Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для садоводов и огородников. Сегодня я вам расскажу еще об одном сорте сибирской селекции, это метелица. Я уже рассказывала вам о Демидове, о Петруши, о Демидове, вот он, видите, они различаются немного, потом Ринет, вот Ринет вам описывала. Сегодня дошла очередь до метелицы. Есть два сорта, вот, метелица и снежная сказка, которые также холодостойкие, как Демидов, но отличаются немного тем, что у них меньше вес плода. Но они берут за счет большого количества плодов и у них тоже такая же высокая урожайность. Начну все сначала. Этот сорт выведен в Сибирском научно-исследовательском институте растеневодства специально для зон рискованного земледелия. Больше всего его сейчас используют фермеры в Уральском регионе, Западно-Сибирском регионе, потому что этот сорт очень неприхотлив, он не требует посынкования, не требует подвязки и дает стабильно высокий урожай в любых погодных условиях. Если крупные плоды, вы знаете, что вот как бычье сердце, розовый, мясистый, в хорошее лето они могут дать больший урожай, а в плохое лето, когда вот дождливое, холодное, они дают меньший урожай, то вот эти сорта, выведенные специально для того, чтобы выращивали фермеры на продажу, урожай не меняется ни в холодное, ни в теплое лето, он стабилен. Вот именно за это его и полюбили садоводы и огородники. И вот, ну как, его мало еще кто выращивает, мало кто знает, он довольно-таки молодой сорт, по меркам, если помидоры, если 10-20 лет для томата, это очень маленький срок, молодой он. Но тот, кто его выращивал, отзывы только хорошие. Помидоры лёжкие, хорошо транспортируются, долго хранятся. Единственное, что у них вес плода не очень большой, 100-150 грамм, но все они выровненные, как один, и нет, как сказать, товарный выход очень большой. Хорошо, если вы соберете 100 килограмм томатов, то 97 килограмм из них будут, можно нести на выставку. Они все круглые, все блестящие, красные, одного размера, у них обычно не бывает больших и маленьких, они все стандартные. Вот его специально, я думаю, выводили для того, чтобы его можно было поставлять в торговлю, потому что именно в магазинах мы видим вот такие помидоры, они все как одна. Обычно на участке они разного размера у нас вырастают, а эти стандартные. Еще о достоинствах этого сорта. Его вывели, этот сорт, как сказать, сделали таким, что он, у него хорошая сопротивляемость к заболеваниям. Ясно, что когда на полях его высаживают в больших количествах, их там сильно никто за ними не ухаживает. Нужно, чтобы была большая сопротивляемость. Вот у него сопротивляемость к заболеваниям хорошая. Он редко болеет обычно распространенными заболеваниями, которыми подвержены томаты. И это еще очень большой хороший плюс. Ну и еще одно достоинство. Он хорошо себя показывает в консервации. Если другие плоды бывают, что разваливаются, вытекают, у него, у этого плода, у метелицы мякоть плотная, он сохраняет свою форму, идеален для консервации. Назначение томата универсальное. Его можно и в салаты употреблять, и в соление, и в консервацию для всех переработок. Это тоже большой плюс. Некоторые томаты делятся. Или они только салатные, или они только для засолки. Так, сейчас. Это вот все качества, которые указывает производитель. Я хочу добавить еще одно хорошее качество. Это удобная рассада с толстым стволом. Даже при загущенной посадке, вот видите, он посажен 16 марта, еще целый месяц прошел. Они не вытягиваются. Они просто вот как толстенькие. Они взрослеют, но не вытягиваются. Сейчас я их буду пикировать, но пикировать тоже буду уже в открытый грунт, потому что они холодостойкие. Это идеальный вариант для людей, которые проживают в холодных регионах. В регионах с холодным климатом. Когда вы его высадите, ему не обязательно сильно много тепла. Достаточно, чтобы не было минусовых температур. Статью о этом сорте я написала, и у меня лежит она, выложена на странице в Одноклассниках. Если у вас недоступно видео или плохое качество, плохо слышно, некоторые пишут. Заходите на мою страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бист, Алтайский край. Кто хочет получать постоянно мое видео и статьи, добавляйтесь, друзья, я принимаю всех. Вот сегодня мы познакомились с сортом метелица. Вот все эти достоинства. Его неприхотливость. Не надо посынковать. Не надо подвязывать. Хорошо долго хранится. Хорошие засолки. Можно использовать в салатах. Очень хорошие качества товарные томатов. Все это привлекает садоводов и огородников. И очень многие уже начали выращивать этот сорт. Этот сорт, он, как все сибирские сорта детерминатные, у него особенность вот этот толстый стволик. Когда я выкладываю фотографии на странице своей рассады, все спрашивают, почему у вас рассада такая толстая, чем вы их кормите, чем подкармливаете. Я каждому отвечаю и сейчас скажу всем сразу. Я ничем их не подкармливаю. Толстый ствол это не моя заслуга. Это особенность, вот такая специфическая особенность вот этих детерминатных сибирских сортов. Это и ренет такой. Это и вот метелица, и розоветров, и демидовский. Видите, у них у всех толстые стволы. Их специально выводят для выращивания в северных районах, в районах с холодным климатом. Поэтому они при пикировке, при пересадке, они не вянут. Стволики не опадают, нет пониклости. С ними очень удобно работать. И это очень большое преимущество для садоводов-любителей. Вот сорт метелица, идеальный вариант для начинающих садоводов. Можно не пасынковать, не подвязывать. Рассаду не подкармливать. Посадили, вырастили, пересадили в открытый грунт. Все. Даже если не будете за ним ухаживать, вы все равно получите стабильно высокий урожай. Вот это сорт метелица. Следующий сорт у нас будет. Снежная сказка. Она тоже такая же, но немножко у нее есть отличия в плодах. Все. До свидания. Заходите на страницу, читайте статьи. Продолжение следует.